Всем привет! Сегодня у нас будет видео о Турции. Я вам хочу сегодня рассказать, на мой взгляд, по моему опыту и людей, которыми я здесь общаюсь с девчонками, которые здесь живут. Я хочу рассказать на самом деле о двух самых главных причинах, проблемах, которые вас здесь могут подстерегать, с которыми можно не справиться. Проблемы, которые, если ты не решишь, то, возможно, ты отсюда уедешь, ты здесь не приживешься, у тебя здесь, в Турции, за границей не получится. На мой взгляд, это две самые важные проблемы, две самые важные темы, которые нужно решать. Если у вас в этом затык получается и проблема не решается, это такие важные последствия может нести. Проблемы на самом деле всего лишь две. Проблемы, в которых нужно будет повоевать, возможно. Первое, самое главное, вообще базовое. Если этого нет, это в принципе огромная проблема. У меня вообще вопрос, что ты здесь делаешь тогда, если ты выходила замуж или в отношениях в Турции, находишься по любви, по отношениям к кому-то переезжаешь. Это когда нет любви или какой-то холодок в отношениях с мужем, когда он не интересуется, не защищает. То есть когда, по сути, в своей стране, где-то на родине, где-то можно где-то больше защищена социально и так далее, ты могла бы развестись. Когда нет любви, проблема в отношениях, когда ты, например, или по расчету какому-то выходила замуж. То есть когда у тебя проблемы в отношениях с супругом твоим. Проблем может быть много, они всякие разные, но такие базовые, то есть любви, если там не было, она просто так не появится уже. Это недопонимание, какие-то прям огромные, не языковой барьер, не ментальная разность, не притирка. А когда ты с мужем вообще на разных волнах, и что ты понимаешь, что он тебя или ты, кто-то кого-то не любит в итоге. И вторая проблема, это когда, важная тоже, от которой здесь можно споткнуться, что прям такой конкретный камень, это вот когда они принимают родственники мужа. Потому что я знаю такие истории очень, ну скажем так, когда муж, например, за тебя, когда вот первой проблемы нет, он тебя любит, у вас все в нем в порядке. Вторую проблему с родственниками его вы можете пережить. Если это морально сильный человек, который сделал свой выбор, назовем так, морально, независимо от мнения своей семьи, а здесь такие есть, не надо думать, что все маминки и сынки делают только так, как сказали родители. Если вот такой, он за вас горой, он решит эту проблему, он просто на первое время перестанет общаться со своими родителями, покажет, что выбор сделан в сторону вас. Второе, он потом родятся, например, дети, это оттепель пойдет, и в итоге вы в примирению какому-то все равно со временем придете. Не супер тепло и по-родственному общаться, но по-человечески там как-то можно, да, проблема сама собой уйдет. Но если мужчина, эти отношения с ним дают трещинку, он там не супер за тебя горой, он на стороне своих родителей тебя не выбирает, да, он между вами как-то там мечется. Короче, от него тоже очень многое, да, зависит. По сути, я считаю, что этот конфликт, в принципе, от него зависит, как он тебя преподносит, как он себя ведет, и как он защищает, отстаивает свой выбор женщины перед родственниками. И вот когда здесь слабина есть уже, первая проблема, что-то вот между вами не супер, короче говоря, он защищает тебя. Я считаю, что и он, и она, партнеры в отношениях, друг за дружку должны заступаться и рвать до последнего, поддерживать друг друга. Поддержка, это же главное, тоже один из пяти вариантов, элементов здоровых, партнерских, нормальных отношений, как и диалог в том числе. Так вот, когда родители, бывают такие случаи, я таких не знаю, казать, немало, когда родственники против невестки, против его выбора, тем более иностранки. Бывают такие действия, когда родители не просто фу высказывают, не просто пытаются как-то ее выставить не в том свете, показать там неумеха и невоспитанные, как-то опорочить, а когда впрямую вообще лезут в отношения. Я знаю историю, когда родители, муж уезжал в командировку, а родители просто родственники, не только родители, там двоюродные тоже присоединились, они пришли просто, девочки, в прямую сказали, пока мужа нет, мы вообще против тебя, бери манатки, выселяйся отсюда и вали обратно к себе домой на свою родину. Нам здесь не нужна, они пришли в открытую, так в лицо, вот он, двуличные а-ля турки, ага. Пока его не было, ее просто пытались силой, не просто выжить, выставить из дома, вместе с чемоданами, там запугать ее всяко, родишь детей, мы тебя берем, тебя выгоним, тебя вообще выставим, что ты мужу изменяешь в таком роде, найдем типа а-ля этих свидетелей для развода и все, ты вообще без детей, что вали, запугать, ну у них это не удалось. То есть она все равно ушла замуж, родила ребенка, но с родней у мужа вообще они там не общаются, но проблема здесь какая изначально была, потому что муж ее не защищал в лице родителей. Он все равно пытался, вот знаете, такой слезняк и нашим и вашим, но в такой ситуации нашим и вашим не работает. И вот, а все остальные проблемы, которых вы можете бояться, когда переезжаете, реализация себя, работа, там, я не знаю, язык, адаптация, менталитет турок, вся эта история, это все, о чем думают, чего боятся, что испытывают, в принципе, первое время, это все адаптация, к этому всему можно привыкнуть, это все не страшно, это все можно пережить. И даже без поддержки, там, близких, либо супруга и так далее, ты сама, по сути, это все переживаешь, это твоих, это твой, как бы, уровень интересов, да, но самое главное базовое, если у тебя в порядке с твоим супругом все, или с парнем, с которым ты там живешь, тебя понимают, принимают, поддерживают, у вас там вместе личностный рост есть, и тому нормальные партнерские отношения, то окей, у тебя все получится. Те остальные невзгоды, трудности, о которых ты можешь думать, подозревать, переживать о чем-то, это для тебя будет полная ерунда, может быть, не супер легко у кого-то получается адаптироваться здесь к этому, но возможно, то есть не надо об этом, если вы боитесь, не надо об этом слишком много париться, переживать, это вообще второстепенно, главное, чтобы с мужем все было в порядке, чтобы вы были с ним на одной волне, чтобы он за вас заступался, помогал вам очень сильно, да, и какое-то первое время все равно за вас что-то решать будет. А вот когда с мужем траблы, когда вы понимаете, что у нас любви-то нет, это была какая-то выгода, или закрытие каких-то своих потребностей, да, я по сути мужа использовала в чем-то для себя, а он меня для себя, каждый свою потребность закрывал, а не по любви, ну, любовь типа или чувство-то есть, я не про это, да, я про то, что каждый какие-то потребности закрывал, к сожалению, это, наверное, 70% браков, я по статистику таковой не знаю, то большинство, однозначно больше 50% так живут, почему браки распадаются, или люди потом живут, скажем так, несчастно, несчастливо, у них проблемы, конфликты и так далее, да потому что они закрыли потребность свою, а потом когда-то, нужда в закрытии этой потребности прошла сама собой, решилась каким-то образом, и тебе, по сути, когда ты говоришь, ой, я что-то понял, что мы друг друга не любим, или мы стали как брат и сестра и друзья и тому подобное, привязка осталась, привычка, мы, в принципе, без конфликта нормально живем, но любви нет, нет притяжения, и вся вот эта история, это же оттуда, просто до этого человек мне закрывал потребность, он стал другом, родным, но потребность закрывать не стала нужным уже, и надобность вот эти чувства и страсть к этому человеку проходит. Так что, чего я хочу подытожить и сказать, что две главных проблемы, и по сути, одна единственная главная проблема, это отношение с супругом или с парнем, твоим избранником, если ты находишься с ним, с этой опорой, поддержкой в другой стране, за границей, в Турции, в частности, тебе ничего не страшно, потому что, если ты выходишь замуж, становится твой родственник, твой выбор, да, этот мужчина, и он тебя поддерживает, как там, у тебя дома это делали папа, мама, там, семья твоя, братья, сестры. Ну вот вопрос, вот этот семейный непринятие родственниками, очень сильно может, это очень сильно серьезное испытание для меня лично, я вижу, вот потому какие здесь результаты у девочек, кто разводится, кто остается и так далее, а вот эта вражда с родственниками, не просто, когда там, я говорю, повторюсь, выставляли там, а-ля дурочка, нам она не нравится, фи-фи, мы с ней не здороваемся, не общаемся, а когда пытаются реально выжить, когда лезут, когда там прям подстраивают что-то, какие-то там козни пытаются, то, да, это другая история, это очень большое испытание для отношений и чувств. И так, это знаете, на самом деле, даже здесь я как психолог вижу плюс, потому что отцепиться от маминой юбки, разрезать пуповину и пойти, например, не прямо уж против своей семьи, а показать свое я, это мой выбор, это повзрослеть для вашего мужчины, это ответственность, которую он должен взять. А если он не хочет резать пуповину, от мамки с папкой сепарироваться, зависит от их мнения до сих пор, хотя ему уже 40 лет, да, то вам-то у меня вопрос просто возникает, вам такого мужчину-то нужен, который за вас постоять не может, который свою точку зрения, либо свой выбор защитить тоже не может, и ему проще избегать, отказаться, может быть, от вас, или вас не защищать, или зависнуть посерединке самое ужасное, когда нет конкретной позиции нашим и вашим, типа а-ля само как-то рассосется, ну, знаете, как-то гангрена, раковая опухоль, и все-то само не рассасывается, да, это исключение из правил, само не рассосется, пока ты проблему не решишь. Вот такое видео сегодня, девочки, я надеюсь, что вам эта информация была полезна, спасибо за внимание, пишите ваши комментарии под видео, если, может, темы какие-то, видео, которые вы хотите посмотреть у меня на канале, чтобы я осветила, пожалуйста, если вы хотите записаться ко мне на консультацию как к психологу, я всегда в инфобоксе, оставляю свою почту, пишите письмо с темой консультации, либо историю для канала рассказать, это просто личная история. Спасибо за внимание, всем пока! Продолжение следует...